Ну, представься, хоть скажи что-нибудь, кто ты вообще есть. Ну, я автор сайта daybeat.ru, Иван Королёв. А что ты скажешь? Ну, типа, физик, который любительским образом изучает астрономию. Узучает астрономию с точки зрения физика. Так что? Да, да. Почему-то у меня астрономии не было ни в школе толком, ни в институте. То есть, как-то так это все мимо прошло. То есть, фактически, я всю эту фигню начал изучать уже, когда закончил высшее образование, получается. И в итоге ты, короче, у тебя не было астрономии ни в школе, нигде, но ты на паблик ТМ-студио не подписан, правильно понимаю? Да, да, на паблик ТМ-студио как-то не довелось. Не подписался. Ну, ясно, тогда что. Ну, давай тогда перейдем уже к главному, то есть, что мы начнем сегодняшний. Да, давай прям картинку мою вешай, да и... Сразу вешать картинку, да? Да сразу вешай, конечно, начнем сразу там. Поедем в 1672 год. Так, а на весь экран тогда делать сразу? Да, офигачно, весь экран. Сейчас преобразовать, подогнать по размеру экрана. Все, поставил. Так, я, ну это не на весь экран, давай еще больше, больше. А, или у тебя там этот, как его? Как 4К или как ты там хвастался? На весь экран я сделал, давай рассказывай. Ладно, смотри, мне только не обрежь там ничего. Ничего не обрезано. Хорошо, ладно, молодец. Так, короче, у нас, значит, 1672 год, это речь идет про то, как определяли расстояние до Солнца. Был, значит, эксперимент, когда товарищи Джованни, кажется, Кассини, да, и Жан Рише, вот один остался в Париже, а другой поехал, в смысле, поплыл во французскую Гвиану, да, там тогда у нас Франция там расширялась, там у нее всякие колонии, вот эта вся фигня. Вот, и товарищ Джан Рише, значит, вот он был около экватора, как видно на картинке вот внизу, Кассини остался в Париже, они одновременно должны были засечь положение Марса относительно удаленных звезд, замерить так называемый параллакс. То есть на следующей картинке мы покажем, как это все выглядит. Вот, тогда у Марса было противостояние, по-моему, даже великое противостояние, великое, это когда, типа, знаешь, типа, когда у нас раз в год у нас бывает просто противостояние, а раз там во сколько-то там лет у нас бывают великие противостояния, когда там наименьшие расстояния до Марса случаются. Вот, но это неважно, короче, главное, что они решили измерить. Нет, ты сделай ремарку такую, противостояние, объясни, что это люди восстанавливают. Ну, это когда, когда Солнце, Земля и Марс выстраиваются в одну линию, ну, и Марс со стороны Земли, а не со стороны, не с противоположной от Солнца. Ну, короче, дальше на картинке это будет видно. В принципе, давай следующую картинку, там это все будет показано. 0,20. Ты сделал, да? Поставил, да, поставил. Вот, короче, тут вот изображено, это скрин с этого, с Селестии. Как раз я выставил там 1672 год, сентябрь. И вот видно здесь, что в середине здесь Солнце, потом идут Меркурий, Венера, и вот Земля и Марс как раз друг за другом расположены относительно Солнца. То есть практически на одну линию они встали. Ну, давай, следующий слайд, 20-й, 80-й, 30-й, который. Есть? Поставил. Вот, соответственно, до Земли одна у нас астрономическая единица, это все соотношения, в этом был прикол, что вот к этим годам, 1670-е годы, там все такое, люди уже, астрономы уже представляли соотношение орбит в Солнечной системе. То есть вот как раз там была борьба за геоцентризм, то есть там в начале, по-моему, в начале даже этого века еще вот этот, как его, Кеплер, 1600, там вот начало 17-го века, он там еще боролся, он еще не мог так спокойно говорить, что мы все вертимся вокруг Солнца на самом деле. Там еще была дрюкала вот такой мощь. По-моему, Джордана Бруно еще сожгли в 1600-м. Его, конечно, не за то, что он там про геоцентризм задвигал, а просто общую ересь там говорил, что типа там ваш бог там кривой там и все такое прочее. Его в основном за это сожгли. Но в том числе его, да, он еще и придерживался как Коперниковской этой, значит, модели, что типа вот у нас в центре все-таки Солнце, а не Земля. Вот. Ну а к концу этого века, вот 17-го, там уже вовсю, короче, вся эта механика была более-менее разработана, и они знали соотношение орбит, единственное, они знали абсолютной величины вот этих всех вот расстояний. И чтобы их как-то вот, ну, измерить окончательно, ну, вернее, не окончательно, а потом еще сто раз все уточнялось, но это было первое более-менее точное измерение расстояния до Солнца через расстояние до Марса. То есть было известно, что от Солнца до Земли у нас одна астрономическая единица, а от Земли до Марса вот в этот момент противостояния где-то 0,4 астрономических единиц. Вот, собственно, на схеме это показано. Вот, соответственно, следующий слайд, 0,4 который, это вид со стороны Марса. Поставил, да? Поставил. Вот, это, значит, тоже скрин с Селестии, и примерно я указал там, где у нас Франция, где у нас Гвиана эта французская, вот эти две точки А и Б, соответственно, в точке А у нас сидит товарищ Кассини, а в Б у нас Жанри Шея. Значит, вот они одновременно замеряют положение Марса относительно удаленных звезд. Вот просто, чтобы показать, какая у нас используется база А, Б. То есть между А и Б у нас там 7000 километров. Ну, и вот, соответственно, на этой базе нужно измерить расстояние до Марса. Давай следующую картинку, на которой будем, собственно, разбирать метод параллакса. Есть? Да. Вот, значит, 7070 километров, я так примерно прикинул, что это 64 градуса, если смотреть из центра Земли в эти две точки А и Б. А у нас Париж, Б это вот Гвиана. Вот, соответственно, видно, что у нас получается такой треугольник А, Б, С, где С это, собственно, Марс. Естественно, тут все нарисовано не в масштабе. Просто схематично, чтобы показать, что там у нас есть. И, соответственно, они измеряют, как Марс расположен относительно удаленных звезд. Вот эти все углы. Каким образом они все это измерили, я, конечно, не знаю. Это очень круто. То есть даже мне вот сейчас пойди вот измерь там что-нибудь положение Марса с точностью там, да, секунд угловых. Да, это сдохнуть просто можно. Но вот каким-то образом они, значит, это измерили. И получилось, что вот этот вот угол этого треугольника А, С, Б равен 24 угловых секунды. Соответственно, значит, если у нас между А и Б 6750, 6750 это потому, что у нас по прямой хорде. Вот. И угол А, С, Б у нас 24 угловые секунды. То, в общем, отсюда несложно пересчитать, что расстояние до Марса составляет 58 миллионов километров. То есть на тот момент это вот было такое расстояние. И поскольку это было 0,4 астрономические единицы, это неточные числа. У них там были какие-то свои числа. Про точность вообще чисел это отдельный разговор. Каким образом это им удалось. Я даже отдельно сейчас еще скажу про это. Потому что лично у меня, вот у них получилась одна астрономическая единица 140 миллионов километров. Как сейчас известно, одна астрономическая единица это 149, там, с половиной миллиона километров. То есть у них получилось офигенно точно. Но я думаю, что все-таки у них это, знаете, плюс-минус километр. Ну, в смысле, плюс-минус там, вилами по воде немножко. Потому что если вот когда начинают говорить, что вот эротосфен там измерил окружность земли 40 тысяч километров. И, дескать, у него так супер точно получилось. На самом деле это немножко чушь. Потому что когда начинают выяснять, чем он там измерял, какими-то верблюдами. Там вот эти вот какие-то там расстояния. А еще неизвестно, чему были равны эти расстояния. И в результате получается разброс там плюс-минус там 10%. Поэтому все эти вот точности, ну, надо, короче, тогда открывать сами работы и смотреть, что именно они там намерили. И как они там считали, вот чему равняется там текущее расстояние до Марса, например. Ну, вот соотносить. Но, тем не менее, короче, главное, что это была первая более-менее точная оценка расстояния до Солнца через расстояние до Марса. Так, а подожди, вопрос. Значит, по поводу того, какие у них были оптические приборы, ты можешь что-то сказать? Нет, не могу. Я не настолько все это попал. Ну, инфы такой ты не встречал? Накопал. Ну, на самом деле, такой инфы много. То есть, как сказать, люди... Просто хочется понять, на каком уровне развития у них была вообще в целом оптика. И производство таких... Смотри, смотри, что я знаю. Чтобы можно было видеть там секунды аж какие-то, допустим. То есть, смысл, я правильно понимаю, что, чтобы вычислить эти углы, им нужно было на фоне Марса, чтобы Марс был на фоне каких-то видимых еще светил. Правильно? Да, чтобы рядом были какие-то звезды. И чтобы они могли соотнести, насколько... В принципе, тут... У них уже были... Вот в начале 1600-х годов, собственно, вот Кеплер как раз продвигал вот эти вот вещи. Как сказать, телескоп. Ну, первые телескопы. Это вот товарищ Кеплер, который вот там придворным всяким этим товарищем королевским там задвигал. И думал, что все-таки ему удастся продвинуть вот эту геоцентрическую модель. Потому что к нему придворные были очень благосклонны из-за того, что вот он им показывал всякую фигню, типа вот этот телескоп. Ну, типа это было очень круто. Это вот 1600-е, начало вот 17-го века. Так, а насколько мне известно, законы Кеплера, они в основе всего сущего на сегодняшний момент стоят. Движения всех. Да, да. Они у него эмпирические. Он их не вывел. То есть их обосновал на самом деле потом Ньютон в конце 17-го века. А Кеплер просто это все как бы вот у него там вывелось. Ну, то есть эмпирически наблюдал, наблюдал и донаблюдал. То есть он крутой, что догадался до всего этого, но он не выводил их. То есть реально крутой перец вот как бы и математически и прочее. Это вот товарищ Ньютон. Вот он как раз в конце 17-го века там творил. И он вообще сногсшибательный, конечно, товарищ. Просто посмотришь, как бы вот когда перед тобой ничего нету, да, а ты должен вот это все пооткрывать. Это вообще в голове не укладывается. Соответственно, Кеплер там вот с этими телескопами носился. И Ньютон потом, кажется, апгрейдил его телескоп тем, что придумал зеркальный телескоп, чтобы не было вот этой хроматической аберрации. Потому что разные цвета прилетали, ну, чуть-чуть по-разному идут, типа в этой, в стекляшках. И типа вот это плохо. А потом уже придумали всякие хроматические стекла, у которых показатель преломления мало зависит от длины волны. И типа обратно вернулись уже к стеклянным этим телескопам, но это уже было гораздо позже, чем Ньютон. По-моему, такая вот фигня. Ну, короче, каким-то образом им и удалось это измерить. Вот. Давай дальше. Давай дальше. Значит, у нас 0,60, да? Открыл про период колебаний там формы. Да. Так вот, то, что вот он, значит, обнаружил, что маятниковый, видишь, у меня получился мятниковый, значит, немножко хронометр. Маятниковый хронометр, выверенный в Париже, отстает на 2 минуты в сутки. Это был просто побочный такой эффект. Ну, короче, он как бы его и не ожидал. И он просто заметил, что, ну, он все время следит за светилами, тарым-парым, там, во сколько там проходят эти, как там, всякие звезды над его башкой, там, все-все такое. И он заметил, что вот у него хронометр почему-то на 2 минуты в сутки постоянно, значит, отстает. Он не понял, что за фигня, просто подровнял его длину так, чтобы он снова, типа, был точным. И, типа, подзабил на это дело. Но, тем не менее, отметил. Вот. Если мы посмотрим на формулу периода колебаний, вот оно здесь представлено, что t у нас обратно пропорционально корню из g. То есть вот длину, если мы не меняем, то получается, что единственное, что может повлиять на период колебаний, это только если меняется ускорение свободного падения. Ну да, соответственно, в зависимости от того, где ты находишься на планете. Да, да, да. То есть, соответственно, он обнаружил, что переместившись к экватору, значит, период колебаний увеличился там на 0,14%, а это значит, что, типа, ускорение свободного падения уменьшилось вот на 0,28%. Ну, типа, он, как бы, подзабил, и всю эту фигню потом уже обосновал, опять же, Ньютон, потому что он был товарищ башковитый. Вот. Поехали дальше. 0,770, да? Так, сейчас открыл. Ага. Если, значит, мы рассмотрим всю эту фигню, ну, я не знаю, в какой последовательности там все это рассматривал сам Ньютон. То есть он потом вывел все это вместе, а в какой последовательности, не знаю, поэтому мы вот сначала рассмотрим просто сферической симметрии. Предположим, у нас, значит, Земля — это просто шар идеальный, и, соответственно, в любой точке на Земле у нас сила притяжения к этому шару, она перпендикулярна, значит, вот поверхности шара. Вот я показал это, значит, направлением, которое вот там обозначено GM поделить на R квадрат. Вот, типа, это сила, с которой притягивается тело к шару. Она направлена точно в центр. Соответственно, при вращении шара, вот суточное вращение шара, у нас появляется центробежное ускорение. Центробежное, его не нужно путать, значит, постоянно говорят, о, это центробежное, им пользоваться не надо. Им можно пользоваться, но просто аккуратно. В том смысле, что центробежное ускорение у нас появляется только в неинерциальной системе отсчета. А мы как раз и находимся в неинерциальной системе отсчета, потому что мы вертимся вместе с шаром. Вот, соответственно, для нас появляется вот эта вот составляющая омега квадрат умножить на R. Омега – это угловая скорость, то есть 2π, то есть полный оборот мы делаем за сутки. 2π на вот 86 тысяч там секунд, сутки. Вот, и, соответственно, если мы складываем два вектора, вот этот GM на R квадрат и омега квадрат R, то получается вот в сумме у нас вот этот вот синенький вектор. Это суммарное, как сказать, ускорение свободного падения. Собственно, сила тяжести, которую мы измеряем, она именно вот туда и будет направлена. То есть в сторону, немножко в сторону от центра планеты. Вот, если посчитать, чему равняется отклонение, это легко, потому что можно прокинуть все эти числа, то получается, что в случае, если бы у нас была однородная сферическая земля, то ускорение свободного падения на экваторе было бы меньше на 0,34% в сравнении с ускорением свободного падения на полюсах. И в случае Парижа и Гвианы разница составит вот в таком случае лишь 0,19% вместо того, что измерил товарищ Жан Рише, 0,28%. То есть чего-то не хватает. Значит, приходится допустить следующее, что земля у нас слегка приплюснутая. Поехали, следующий слайд. Я думаю, вопросов ни у кого не осталось, да, почему выгоднее запускать ракеты с экватора. Так, значит, это у нас... Следующий слайд, просто картинка там. Да, просто приплюснутый этот, как бы я просто его показал, чтобы потом уже на следующем слайде было понятно, относительно чего там нарисован шарик. Короче, давай вот этот ты показал и давай уже следующий, 0,90, да. То есть относительно вот этой вот, относительно эллипса. А, я, кстати, сразу отмечу, что все рисунки у меня утрированы. То есть я сильно сплющиваю этот эллипс, чтобы глазу было видно вообще, что это эллипс. Что он сплющен, потому что так не увидишь. Потому что на самом деле, да, в конце я уже покажу реальный эллипс. Ого, это жестко, ты подготовь хоть зрителей увидеть его, но по-настоящему. Картошку, да-да-да. Да-да-да, вот. Так это, 0,90, давай уже следующий слайд. Так, сейчас. Поставил. Вот, соответственно, видно, что если сравнивать вот эллипс, слегка сплющенный со сферой, то как бы вот эти вот зоны, которые красные, да, перемещаются в зоны, красные зоны полярные, перемещаются в зону экваториальную, вот, где синеватая. И, в общем, если пора скинуть это мозгами, то понятно, что вектор притяжения вместо АО наклоняется слегка на А, Б. Просто потому, что массы перемещаются. Ну, это вот для точки А, там, примерно в средних широтах земли. Вот. И, соответственно, получается, что у нас появился еще дополнительный фактор. Вот этот доворот. А потом еще плюс центробежная сила, и от вектора А, Б у нас доворачивается до А, С. В результате мы имеем вот этот вот эллипс, где сила тяжести направлена перпендикулярно к эллипсу, а не к сфере. Понятно, непонятно, да, там вот это все, может быть. Ну, понятно. Вот. То есть, вот я обозначил, значит, прямой угол А, С, это именно, он у нас перпендикулярен к эллипсу, и, соответственно, можно найти такую фигуру эллипса, которая удовлетворит просто вращающуюся вот такой огромной, огромной херне такой, значит, в космосе с периодом одни сутки. С периодом вращения. Вращение, вернее. Вот. Соответственно, это вот фигура, когда мы эллипс заворачиваем вокруг этой вот оси вертикальной, это получается у нас не вертикальной, вернее, вот этой, короче, на этом рисунке вертикальной. То это получается эллипсоид вращения. Вот. Поехали дальше. Следующий. Картинка. Стоп. Открыл. Вот. Соответственно, для эллипса у нас вводится понятие сжатие. Сжатие – это разница между большой полуосью и малой полуосью. В данном случае у нас большая полуось – это экваториальный радиус, малая полуось – это полярный радиус. Вот. Разница между этими двумя величинами делится на экваториальный радиус, на большую полуось. Это получается сжатие. Вот, собственно, сжатие и будет, величину сжатия и пытались обнаружить вот эти все ребята, о которых я сейчас буду рассказывать. То есть, как они пытались вообще понять, есть ли это сжатие вообще или его нет. Потому что, например, товарищ Кассини, вот тот, с которым мы там начинали, он тоже пытался измерить всю эту фигню, бегая вокруг Парижа, там чего-то измеряет. У него, по его измерениям, по-видимому, кривым, ну, то есть, точности просто не хватало. Он, видимо, выходил за пределы погрешностей. Получалось, что Земля даже не сплюснутая, а вытянутая. То есть, наоборот, она как бы сплюснутая со стороны экватора. Вот, а Ньютон просто, ну, типа, как вот, он вывел все это вот теоретически, ну, и по-другому как-то у него все не получалось. Вот, значит, в случае, если мы берем, как бы, представляем Землю как однородное вещество, жидкое, да, и вот оно вращается вокруг своей оси с периодом одни сутки, то получается, что вот это сжатие должно быть от 1 к 230. Это вот вывел товарищ Ньютон, как бы предполагая, что вот это однородное вещество. И было еще предположение от товарища Гюйгенса, который сказал, что нифига, типа, сила притяжения всегда в центр, то есть, как бы, вся масса, можно считать, что это вся масса сосредоточена в центре. И, соответственно, все, что отклоняет, это только вот центробежная сила. У него вот сжатие получилось 1 на 580. Ну, и, соответственно, осталось что-то такое сделать, чтобы это все измерить и показать, чему на самом деле равно это сжатие. Поехали дальше. 110. Открыл. Ага. Ну вот, и, соответственно, тут на этой картинке я просто показываю, как это, как меняется длина меридиана в зависимости от того, как бы, где мы находимся, в экваториальной области или в полярной области. Я тут, опять же, сильно сжатый этот эллипс, чтобы это было более понятно. И видно, что если мы берем изменения на 5 градусов, то, соответственно, чем ближе мы к экваториальной области, тем меньше длина этого, как его, меридиана. То есть, получается, что на 1 градус изменение широты, получается, длина меридиана у нас увеличивается, чем ближе мы приближаемся к полярной области. На самом деле, это немножко нетривиальное утверждение, потому что, если вот так вот начать об этом думать, то кажется, что, типа, ну, расстояние же до центра уменьшается, значит, и на 1 градус тоже должно уменьшаться расстояние от меридиана. Но, на самом деле, это не так. Вот это видно как раз из этой картинки. Вот. Давай дальше. 120. Есть? Да. Вот. Соответственно, здесь я показываю, как измеряется... Вот, значит, представьте, что вы находитесь в точке А. И раз в сутки над вами, вот точно над макушкой, там, в зените, проходит некая звезда А'. И вы, значит, это измерили, все классно. Значит, каждую ночь вы проверяете, все, она проходит, проходит, все точняк. Потом вы перемещаетесь из точки А в точку Б. Проходите некое количество километров по планете. И снова измеряете положение звезды А'. И видите, что она отклонилась там. Вот в данном случае мы прошли эти 5 градусов. Значит, у нас зенитное расстояние до этой звезды будет уже, типа, не 0 градусов, а 5 градусов. То есть, она будет в 5 градусах от зенита. Соответственно, если вы при этом сможете померить расстояние А-Б, то потом вы можете вот это расстояние А-Б поделить на 5 градусов, которые вы, собственно, измерили, и получить, на сколько километров вам нужно пройти, чтобы широта ваша изменилась на 1 градус. Соответственно, если вы покажете, что у вас вот это вот расстояние увеличивается к полюсам, то, значит, земля сплюзнутая. Поехали дальше. 130-й, да, есть? Вот. Теперь самая большая проблема, ну, в смысле, не самая большая проблема, одна из проблем, это точно измерить расстояние. Потому что, на самом деле, это сейчас мы бегаем там с этими GPS-навигаторами, мы с точностью там до нескольких метров можем измерять, что хочешь вообще, и все такое. А раньше, как бы, вот каким образом можно было измерить? Если представьте себе реальную местность, что нужно там, не знаю, с метром или с чем там, у вас нет ни лазерных там измерителей, там, вот прочего всего этого. Нужно пробраться сквозь там, не знаю, горы, там какие-то холмы, деревья, прочую всякую фигню, и вот это все измерить, ну, короче, вот, придумали такой метод, метод триангуляции. Соответственно, нужно измерить лишь один отрезок, вот, первый отрезок, там, базовый А, Б. Вот, соответственно, вы находите просто ровную горизонтальную площадку и каким-то образом, то есть, измеряя какими-то заранее приготовленными, там, шаблонами метра, например. В локтях. А? В локтях. Ну, да-да, то есть, собственно, видишь, так и получается, что вот этот вот эталон метра, недаром он хранится там, в Париже, то есть, вот эти ребята, они там активно рыли эту тему, и, собственно, вот у них это наследие осталось. То есть, вот они измеряют там, соответственно, какие-то деревяхи здоровые, там, вот этим метром они отмеряют точно, потом эти деревяхи они накладывают, в смысле, переставляют все это, ну, вот, измеряют, короче, супер точно, ну, насколько это только им возможно, А, Б. Вот единственный отрезок они измеряют в явном виде. А дальше они берут, просто уходят там на какой-то соседний холм, например, ставят там вешку, и вот точка С. И у треугольника А, Б, С они уже дальше измеряют все три угла. Почему все три? Можно же, как бы, только два угла, да, измерить, и третью это уже будет 180 минус там вот эти два предыдущих. Но чтобы уменьшить все погрешности, они измеряют все три угла, и, соответственно, вот берут некие средние величины, и вычисляют все стороны треугольника А, Б, С. Дальше они уходят на другой какой-то холм там, перебираются все такое, ставят там вешку, и, соответственно, ее бьют уже, и Б, С, Д. Так, стоп, стоп, стоп. Вот я в седьмом классе сейчас учусь, вот, поэтому я стою в точке С, и у меня задача измерить и получить С, Б и С, А отрезки. То есть для этого мне нужно как минимум... Сейчас бы не забыть-то, а? Теоделит и нивелир, мне нужно знать точное направление, получается, правильно, на точке Б и А. Тебе нужны все углы этого треугольника. Углы, правильно, то есть в градусах мне нужно знать направление. Правильно, сначала, получается, на А и Б. Да, в градусах ты азимут измеряешь. Ну да, то есть для этого мне нужен прибор, соответственно, точный. Ну, каким образом они это тоже делали, тоже не скажу, да. Теоделиты и нивелиры у них были при этом? Да, да, не было у них это. Ну, естественно, да, у них были прародители теодолитов, нивелира, в смысле. Только, подожди, теодолиты и нивелира, они как-то это больше, по-моему, вертикально углы измеряют. Хотя это очень не понятно. Почему? Один горизонтально, а другой вертикально. Нет, теодолиты, наверное, все измеряют, а нивелир, наверное, только вертикально, да и то только, типа, горизонтально он отмеряет, да? ладно короче я не в курсе геодезических всех этих прибыль это чисто геодезическая тема для решения чисто геодезической да 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 собственно с этого вся геодезия и начиналась с этой беготни вот и собственно вот они измеряют все все три угла они имеют все три стороны зная а.б. дальше они убегают на холм d измеряет то же самое b c d и все все три стороны соответственно тоже вычисляют и таким образом они продвигаются в гущу стараясь соблюдать нам направление по меридиану вот в точку е и так далее там много точно написано типа они уходят вот эти вот этой трианграционной сеткой там черная куда то есть вот первые ребята которые ушли смысле которые все это фигней занимались на около полярного круга они 100 километров прошли там с лишним а те которые уехали в сторону экватора там в перу они вообще там 300 километров профигачили то есть вообще маньяки 33 градус целых там измерили вот поехали дальше да то есть получается те кто занимались измерением длины дуги меридиана они были и физики и геодезисты и астрономы и певцы и удальцы серьезные ребята сейчас таких не делают но во всяком случае самоотверженно это да потому что ты должен поехать не знаю в какие-то ужасные условия это же тебе не просто прогулочные там типа это часто если вот поедешь вот в эту финляндию да там и побегаешь там по всем этим поселкам то получено даже удовольствие тогда ты должен там продираться сквозь там вообще не знаю не населенное все это пространство такая же на сегодняшний момент существует насколько я помню это называется геодезическая сеть то есть там есть реперные точки по всей стране в россии например это точно с учетом вот всего этого измеренного где можно все это проверить как бы то есть у них я как понял каталоги какие-то есть где записано все относительно каждой точке все направления и так далее геодезисты этим занимались течение многих лет в ссср насколько я знаю и все по сути существуют ноты по геодезии смотрел учебник так краем глаза я там понял что получается у геодезистов существуют такие точки по всей стране и в принципе они могут ну я не знаю зачем это сегодня как бы нужно но в целом получается что вся россия как минимум я думаю другие стран тоже там же тоже есть геодезисты они у них они утыканы скорее всего такими . сейчас сейчас это все свелось уже к спутниковой геодезии сейчас они вообще измеряют там какие-то миллиметры в год там смещение вот этих вот как сказать как называет господи по пласты как они называются по человеческой земли плиты плиты эти геологические вот эти все все литосферные литосферы все это да да литосферные плиты вот это все вот короче значит у нас вот этот слайд здесь слева вы видите картинку собственно видимо эта картинка прямо из из чего-то там когда они там публиковали вот это все свое древние какая-нибудь а может быть не древний хрен я где-то взял вот соответственно они пробежались от не вот от самой южной точки это то торни о какой-то турне а здесь вот у торни о вот до самой северной точке которая заходит за полярный круг вот китис какой-то соответственно вот это 108 километров но и просто я по парус к скринов тут кинула из яндекс карт как это типа сейчас выглядит то сейчас сейчас это столица граница между финляндии и швецией а тогда это было вот некая значит лапландия тогда в турне действительно кто там жили какие-то люди вот и собственно самый южный самый южная точка это было шпиль церкви то в турне вот оттуда они стартовали и в общем дальше продвигать продвигались а почему они выбрали именно эту территорию видимо исходя из каких-то там чуть-чуть проще было то есть они папа мама у них были разные варианты и в результате они выбирали то что проще было наверно провернуть или фиг фиг знает может про проще было там короче не знаю точно поехали дальше вот я значит по пометил тут все ли линейки которые я увидел на этой изначальной картинке ты переснул да вот там их куча всяких этих линеек соответственно видимо такие треугольники они какие-то немножко странные но может быть какие они находили точки которые возвышаются вот так так такие треугольники у них получились ну типа я не знаю как как это у них все там складывалось вот и соответственно видно внизу там google д ботни ботнический залив торт торнео это самое южное точка и дальше по реке торни торнион йоки они значит продвигаются вот на север до самой северной точки китис какой-то холм вот ну и тут значит справа фотка какая-то мемориальная современная доска где там указано что в 1736 1737 годах вот значит французы здесь бегали и чего-то там измеряли значит это был были мопертюи так возглавлял эту экспедицию и его там со со товарищей вот давай дальше так сейчас 160 который ага значит если эти ребята вот который по в лапланде убежали они достаточно быстро все измерили все всего за год и вернулись в париж но они там немножко накосячили то есть они измерить измерили но пока не везли свое какое-то там оборудование с помощью которого они наблюдали за звездами они там чего-то сбили какой-то 0 ну короче что то такое там у них случилось и они сразу этого не поняли поэтому у них когда они стали сравнивать свои свои показания с парижем вот у парижа это естественно было измерено и вот в лапландии стали все это сравнивать и у них вышел вышла степень сжатия немного не то которая потом уже получилось по уточненным данным а вот эти ребята которые уехали в перу у них все это получилось стать точнее но они потратили чертову уйму времени то есть они на все про все у них ушло 8 лет с 1736 года потом последние там добрались до европы 1744 год на самом деле я почему-то игнорировал все время вот вот эту экспедицию я все время как-то больше там смотрел как там мопертюи бегал в лапланте в лапланде я думал что там типа где-то жестокие условия там там действительно стремные условия но сегодня я почитал про экспедицию которая была в перу к экватору это это капец во первых там значит это сейчас он не не перу а эквадор вот тогда он был типа перу но там же были все эти вот как бы распри то есть там вроде бы было под из испанским началом но местные местные жители они никогда полностью там не подчинялись всем этим захватчикам это первое второе испанцы не очень-то хотели помогать какие-то там французишкам значит который там бегает и чего-то просит какой-то помощи потом с финансированием там были проблемы они добирались даже даже просто добраться из франции до перу у них ушло 10 месяцев прикинь 10 месяцев добираться просто до до точки с которой ты можешь начать работать то есть там одним кораблем до до какого-то места потом еще куда-то там короче вот это все они там почему они выбрали высокогорье я тоже не очень понял может быть это связано с тем что типа в джунглях там вообще фиг-фиг побегаешь там и может увидеть там какие-то точки нереально там же не пролазные джунглях они именно вот забрались в какой-то супер высокогорье значит и в этом высокогорье вот они считай все 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 всем этим занимались на высотах от двух тысяч метров до четырех тысяч метров вот вот эти триста километров они профигачили там четыре года они все это измеряли вот на на таких высотах как бы и финансирование у них а в какой-то момент к ним дошла весть кстати там чтобы дойти просто письмо чтобы дошло там целый год нужен так вот до них дошла весть что уже экспедиция и этого мы на перти вернулась уже все показала и был был соответственно соблазн на все забить потому что ну и чё там дальше мерить если уже все и так померено но тем не менее они проявили там некое упорство продолжили это значит делать потом у них были проблемы с их предводителем вот этот вот луи годен который там прикарманивал оказалось был был не чист на руку и прикарманил баба ближка которая прислали им из франции ну и короче в общем капец там там кучу каких-то вообще этих историй то есть они там внутри команды постоянно все короче все все пересрались со всеми одни что-то там одно пытались сделать другое другое там кто-то там у кого-то там личная жизнь началась там чуть ли там не нашел в среди местных жительниц там какой-то свежим жену любовницу к одного там по моему даже убил какой-то там за то что он там ну короче куча куча каких-то там перипетий группа у них была тоже неоднородная там один был ботаник который там чего-то и и заодно измерял и что-то там или животный мир его интересовал там как-то добирался обратно до франции фиг знает какими там путями короче капец вся группа там у них распалась кто-то там нет не дожил вообще до конца кто-то добрался в конечном счете до до парижа и еще кто-то пытался его там опередить у него не получилось и в результате тот тот кто первый добрался он там значит себе славу снискал а тот кто не успел значит он там ну короче в ауди ну короче вот такая вот фигня там целая трагичная история тем не менее значит по сути они просто измерили значит вот эту всю фигню которые я описывал выше сделали это точнее чем моппер тюи и по моему у них получилось ну бы более более точные числа насколько я понял по всем этим описаниям вот как то так поехали дальше вот теперь собственно про форму земли да вот как какая там у нас есть вот слева вы видите это не окружность а это именно эллипс это тот самый общий земной эллипс который является основой общеземного эллипсоида ну то есть вот это на это форма нашей земли вот именно нас настолько она сплюснута как вы видите сейчас на на экране и соответственно увидеть глазом ее с плюс ну то есть в общем то невозможно то есть она практически для глаза и идеальная окружность вот то есть жать и по современным данным это может к современным данным приезжаем то есть мы пропускаем эти все оставшиеся то 200 лет с лишним а 300 300 с лишним вот то есть по текущим по современным данным же сжатие общеземного эллипсоида 1 на 298 что это 0.03 процента ну то что вот изображено на картинке и если мы поставим в неравенство соотношение от ньютона который предполагал значит что это однородная жидкость типа вертится с периодом одни сутки и гюгенсон который который наоборот там другая крайняя оценка что типа там вся масса сосредоточена в центре земли то соответственно вот этот 1 на 298 она попадает между этими величинами ближе к предположению ньютона то есть как будто это однородное однородное вещество но все-таки не 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 попадает в число ньютона вот это 1 на 230 поскольку с увеличением глубины плотность все-таки в земле увеличивается собственно это было первым свидетельством того что у нас внизу металлическая основа потому что если если у нас средняя средняя плотность почвы и кофе не который нам доступна она в районе двойки то соответственно если она плотность и увеличивается там вниз то соответственно мы имеем вот там что-то более там тяжелое и видимо это там металлические всякие там основа вот ну давай дальше соответственно этот общеземной эллипсоид он описан в есть мировая общая мировая система wgs 84 по 84 это год и по-моему она дальше обновлялась уточнялась там в гс по-моему есть уже там 2000 там чего-то такое вот наш аналог соответственно pz 90 то есть вот это же с обновлениями тоже его в девяностом году сделали и соответственно обновляли потом какие-то коэффициенты там до добивали то есть по современным данным большая полуось составляет вот вот эту указанную величину 6378 километров малой полуось то есть полярный радиус 6356 разница 21 километр там вот с копейками соответственно если вы просто там собираетесь что-то там измерить расстояние между двумя точками там на земле и прочее то вы можете просто брать в первом приближении просто землю считать шаром с радиусом 6371 километр это будет вам давать точность во все всех ваших прикидок меньше одного процента на смысле у лучше там десятых долей в районе десятых долей процента вы получите точность как бы вот измерение расстояния если вас такая точность не устраивает то вы можете взять землю как во втором приближении как эллипсоид вращения вот с указанными выше параметрами соответственно если бы земля у нас была однородным как сказать однородным по глубине телом то есть на одинаковых глубинах есть у нас была одинаковая плотность тогда у нас земля и если бы не было все минуту суши и прочего просто залить залить это все водой то тогда это вот поверхность океана при не приняла бы форму эллипсоида вращения вот с этими указанными параметрами но поскольку плотность у нас планеты слегка неоднородная где-то есть там уплотнение где-то есть наоборот более рыхлые там какие-то почвы или не знаю что там у нас соответственно у нас есть третье приближение которое вот на следующем слайде давай следующий слайд это собственно сам геоид на этой картинке чуть переключил вот на этой картинке вы видите соответственно отличие геоида от эллипсоида вращения то есть на этой картинке показано нас насколько у вас поверхность геоида выше или ниже идеального эллипсоида вращения эллипсоид вращения общеземное берется с теми параметрым которым который я уже указал соответственно видно что здесь вот справа приведена легенда и на этой легенде видно что речь идет о десятках метров то есть максимум максимальное отклонение достигает там 100 метров в ту или в другую сторону от поверхности эллипсоида общеземного то есть это третье приближение и значит как которая выявляется выявлялось до того как начали у нас спутники летать активно и стал возможно все это измерять уже с помощью спутников все это измерялось с помощью уклоне так называемого уклонения от веса то есть из-за того что из-за того что у нас геоид как бы он слегка отличается от эллипсоида то у нас слегка сила сила тяжести направлены слегка не перпендикулярно к поверхности эллипсоида вот вот эти вот там доли каких-то там не за угловых секунд геодезисты измеряли и собственно вот на этой основе строили форму геоида таким образом геоид значит это у нас некая уровень уровенная поверхность потенциала силы тяжести которая совпадает с невозмущенной поверхностью мирового океана то есть вот наш мировой океан который вот там все и и все внутренние моря которые имеют общую связь с с океанами соответственно все вся вот это вот по поверхностям невозмущенно имеется ввиду что там усредню вы усредняете если у вас есть например приливы вы усредняете эти величины и берете некую среднюю величину то вот соответственно это и будет уровень геоида что означает уровенная поверхность потенциала силы тяжести это значит означает что если вы перемещаетесь по этой поверхности то сила тяжести не производит работу то есть вы не перемещаетесь выше или ниже как бы перемещаясь перпендикулярно силе тяжести вот и соответственно есть некая сложность при измерении геоида на суше поскольку вы не можете попасть собственно на уровень самого геоида ну например как в горах попадете на глубину как бы вы не сможете там все там проводить все 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 измерения пополноценно даже если вы там спустись какой-нибудь этом яму то соответственно вы не везде это можете короче в результате пришли к тому что все измерения вот эти геодезические они проводятся на физической поверхности физическая поверхность как правило выше чем уровень геоида и дальше это уже наши наши математики большой вклад сюда внесли это эллипсоид кроссовского вот эта вся вся фигня кто-то там еще забыл фамилию большую математическую базу под это все подвел короче пришли к тому и как-то доказали это что можно пользоваться так называемым квази геоидом квази геоид это некие упрощение к модели геоида это когда вы измеряете уклонение от веса на физической поверхности и дальше просто линейно спускаете эту это направление до поверхности геоид квази геоида как показывают расчеты квази геоид отличается от геоида вот в районе суши на там на единицы или там десятки сантиметров это в равнинных местностях и до двух по моему метров в горной местности то есть папа по уровню вот они отличаются там ну а у тебя есть это изображение квази геоида а он здесь будет ровно таким же потому что смотри на на этой картинке на этой картинке ты видишь как какая легенда то есть у тебя одно деление это сразу 20 метров видишь вот соответственно и малейшие там колебания в сантиметры ты здесь не увидишь и даже если 22 метра то в общем-то это не сильно не сильно что-то изменит она может почему здесь нет как-то евразии не изображена как вниз но в смысле вот смотри мы видим там например у нас получается что если посмотреть ну допустим европейская часть россии там она абсолютно белая да 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 где москва и так далее да 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 и допустим западная сибирь красноярский край север казахстана они получаются чуть ниже они синеватые а дальний восток там это чукотка да она тоже у нуля находится вот например если посмотреть между черным морем и каспием то там получается что кавказский хребет он какой-то вообще вот если на нее посмотреть он по цвету там что-то но в районе наверно 20 метров находится чуть больше то есть кавказский хребет там допустим до пяти там 5 600 до высотного мама мало влияет и мишу да что-то совсем да да а самая грана замок до 80 метров получается вон вообще где вода видимо горы горы вообще мало мало на это все влияет видимо там внутри распределение маст такое вот внутри земли у нас что вот эти пупырки виде гор которые мы видим они вообще хотя например в южной америке смотри как раз там где горы да 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 в южной америке как-то совпало видимо там вот например нужно уточнить чтобы люди поняли что здесь речь идет именно о распределении масс прежде всего они о рельефе местности да 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 это это не рельеф местность искать отклонения образуются исходя из распределения масс вот например вот например там около индии да такое как бы днище такое данда этот минус 100 метров там то есть получается что то там такое оттягивает эту массу ты таким образом что вот совсем рядом там да около австралии там бас уже краснеет все наоборот до самое такое место да 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 то есть получается что то что то там такое расположено фиг знает что вот оно переколбашивает вот этот уровень на сто метров в одну сторону здесь вот на сто метров в другую сторону вот соответственно чтобы еще чтобы еще понятнее было там да что вот уровень геоида это если мы не знаю вот про прокопаем каналы такие да вот внутрь континентов да и вот уровень воды как невозмущенный в этих каналах вот он будет показывать уровень геоида есть если бы это было возможно на смысле если вот так себе представляет в голове то вот геоид это именно вот продолженный под континентами уровень мирового океана вот давай следующий знаменитая картинка да да так вот собственно эту картинку и нарисовали точь-в-точь как бы это вот после его предыдущей это просто предыдущую картинку взяли и обрисовали вернули до свернули в шар и утрировали вот эти вот размеры там где в тысячи и даже больше раз просто для наглядности для для глаза чтобы типа было прикольно ну короче кто-то кто-то там это взял и сделал чисто по приколу а потом кто-то не знаю может быть тот же самый человек видно кажется на reddit закинул вот эту картинку со словами так выглядит земля без воды и почему-то это так ну людям видимо там какие-то вещи когда они в голову как-то заходит хорошо и запоминается не знает так далее вот эта картинка и вот ее вид и так вот выглядит земля без воды у всех так хорошо проассоциировал что с тех с тех пор уже сколько лет прошло сколько там пытается это сказать что это типа фигня но у людей нету постоянно люди люди постоянно о сморщенная груша о и сморщенное яблоко там да да вот я видел видел о никто не задумывается вообще что это ну как бы что это некий бред никто не представляет себе в голове вот эти масштабы все да и никого даже не смущает то что вот справа легенда да вот она в метрах то есть это там не знаю десятки метров и типа ой это это пофиг главное вот образ вот этой сморщенной груши то есть люди не понимают что на самом деле это модель распределения масс грубо говоря это можно сказать да это 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 читает гравитационная модель земли не гравитационная модель отклонений да вот конкретно гравитационных по земле для того чтобы так выразили то чтобы их просто было видно глазами то есть геометрической фигуре земли это не имеет какого отношения соответственно вот на следующем слайде если ты его тыкнешь я привел настоящую землю без воды сейчас посмотрю хоть наконец-то оставил которая выглядит то понятно она выглядит совсем скучно она выглядит обычным шаром и просто для примера здесь показаны все 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 три типа вводы то есть если мы всю значит весь мировой океан соль соленый соберем большой шарик это первый шарик большой самый потомность 2 шарик это вся пресная грунтовая вода которую мы не не видим но вот она там внутри земли и соответственно третий шарик который здесь вообще нифига не видно он там типа пиксели вообще да это чуть ниже он да там да 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 чуть чуть ниже мог маленького второго шарика вот это вся пресная вода в открытых водоемах люди начинают когда видят пиксель они начинают сомневаться и говорить что типа не ничего тут не то а байкал типа уже огромный тарампыры ну разве это может быть ну короче когда они начинают считать объем байкала тарампыры и вот и размер этого пикселя то получается что размер пикселя все-таки больше размеров байкала ну короче все все укладывается я прям посмотрел на эту картинку мне пить захотелось часы боржом выпил но еще там дальше да давай следующий значит а ну собственно следующий и последний слайд значит это мы за час всего уложились мы вообще молодцы да так вот последний слайд про просто здесь на это такая картинка видимо из какого-то советского учебника взятая но она мне показалось более менее такой удачный то есть тут показаны сразу все все понятия которые мы сегодня вот про прошли то есть видно вот поверхность сферы ну это все все естественно условно нарисовано поверхность сферы относительно нее мы потом берем эллипсоид вращения потом следующие это уровенная поверхность земли но соответственно это это и совпадает с мировым океаном это вот собственно геоид и физическая поверхность которая если она ниже этого геоид это значит она залита водой мирового океана а если она выше геоид это значит вот наши континенты и соответственно вот эти отвесные линии которые здесь отображены вот здесь показано что у нас есть нормаль к эллипсоиду эллипсоид вращения а есть нормаль к геоиду и собственно вот этот угол разницы между нормали к эллипсоид нормали к геоиду это есть уклонение отвеса про которое я рассказывал ну собственно все а ну и вот да я внизу подписал чтобы не забыть что уровенная поверхность и на самом деле их много то есть вот спутники летают там они тоже в некотором роде вот если он ровно летает то наверное наверное по по уровню нет не по уровню короче не знаю ну короче к тому что на разных на разных высотах у нас есть своя уровенная поверхность и единственная уровенная поверхность выделенная это собственно геоид который совпадает с гладью мирового океана вот ну и пожалуй все так давайте парень теперь я понимаю конечно что все все поняли что мы тут быстро но что быстро мы учитель по физике рассказал но тем не менее нужно все-таки можете задать какие-то вопросы как бы вот на какие-то возможно отвечу я как ученик 7 класса спрашивают она атмосферу и форму атмосферы геоидность влияет как-то ну собственно атмосфера она у нас над мировым океаном и высота от высоты над мировым океаном у нас зависит соответственно плотность атмосферы в смысле и надо давление соответственно то есть в принципе не по невозмущенной атмосфере можно измерить высоту над геоидом как раз то есть на естественно ноги огибает атмосферу смысле наш нашу планету с той же формы что и что и геоид читы здесь много удалено комментариев непонятных ну читаю что там тарас какой-то пишет я думаю принципе можно было не читать не любишь тарасов нет если бульба то люблю так заново объяснить что за шкала метров было посмотришь потом на запись чем занимается лектор про программируем сижу дома пишу программки влияет ли на жизнь и народное хозяйство это несимметричное распределение массы да несимметричное распределение массы влияет на самом деле на на прогнозе на прогнозирование очень точная орбит космических аппаратов на самом деле влияет в каких-то там долях единиц очень маленьких что в принципе да и собственно собственно на этой основе и спутниковая геодезия как раз и и пошла дальше уточнять то есть были были зоны бибел белые пятна вообще взяли на земле где был были не точные параметры и собственно когда спутники начали летать доуточняли как раз вот всю форму земли то есть вот эта вот картинку которая показал там геоиды ее стало возможно построить именно благодаря вот этим вот спутниковой геодезии да и в своем видео про спутниковую навигацию как раз там говорю в самом начале что это одна из проблем которая влияет на сложность прогнозирования конкретную сложность прогнозирования траектории полета спутников спутниковых систем навигации что что, соответственно, влияет на точность определения местоположения. Это одна из фундаментальных проблем также. Так, спрашивают факультет К. Нет, факультет спецфак у меня. Это как раз сборная солянка с разных университетов страны была. На третьем курсе собирается. Высшая школа физики, так называемая, спецфак. Кто там орёт-то? Дети орут с площадки. Тут жарко просто, я открыл окно. Ну вот смотри, вот такой вопрос. То есть, находясь в разных точках Земли, мы будем притягиваться к разным точкам, и нет какой-то единой точки притяжения. Не бейте за глупый вопрос. Ну это к началу, видимо, лекции, что ты объяснял, что с учётом вращения Земли, как бы не к центру этой геометрической фигуры будет направлен вектор, правильно? Суммарный притяжение. Наверное, да. То есть, он будет направлен к какой-то области, получается, очерченной, правильно? То есть, сила, да, притяжение, она направлена к центру Земли только на полюсе и на экваторе. На всех средних широтах притяжение направлено не в центр Земли, а чуть-чуть в сторону. Ну то есть, если во всех точках ты хочешь это померить, то скорее всего это получится множество точек вокруг центра этой фигуры. Так получается? Во всех точках, если начнёшь мерить, получится геоид опять. Ну да. Как-то так, братан, понимает, как хочешь. Так, значит. Кстати, говорит, не понял, откуда там 5 градусов отсчитывалось. 5 градусов я нарисовал только для наглядности, потому что если бы я нарисовал 1 градус, то его бы нельзя было на рисунке нормально отобразить. Да, кстати, возвращаясь как бы к той картинке про то, что у нас меняется разница, значит, получается грубо, вот я сейчас скажу, а ты меня поправили, расшифруешь грубо. Грубо у нас получается 1 градус, 1 градус широты в километрах, он у нас имеет разное расстояние у экватора и ближе к полюсу, верно? Да, 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 всё правильно. И это написано, вы можете зайти в любую книгу по морскому судовождению, навигации, и там это написано. И как говорят, любят говорить плоскоземельцы, все это прекрасно знают моряки давно, что миля на самом деле, она немного отличается. Ближе к экватору, да, ближе к экватору. Давайте картинку, если скину, ты можешь её поставить? На, давай. Сейчас я тебе, да, её кинул. Если можешь отобразить, отобрази, и чтобы было понятно, про чё речь. Сейчас она прогрузится в скайпе долго, она что-то. А, чё, нет, не кидаешься? Не, она кинулась, но она, я не могу почему-то, может, я сейчас нажму и сохранить, она... Она маленькая, совсем, там, 12 килобайт всего. А, ну так, а чё ты хочешь, чтобы увидели, там всё размыто, блин. У тебя нет другой. Сам ты размыто, нормальная картинка. Давай. Ну там она фиговенькая, но видно всё, давай. Ну сейчас поставлю. Сейчас поставим. Ну вот, да, она такая, конечно, но видно цифры. Ну вот, поставил. Ну, собственно, вот это и как раз то, о чём ты говорил только что. То есть вот для... Для длина одного градуса дуги меридиана в километрах. То есть вот видно, что у экватора она составляет 110,6 километра, а около полюса она 111,7 километра. Вот, собственно, вот эта вся разница, она вот такая небольшая. То есть, в принципе, для всех своих расчётов я всегда беру 111 километров. То есть 1 градус дуги, это 111 километров, и я не парюсь вообще никогда с этими копейками. Но если измерять вот точнее, то получается вот эта вот разница в сотне метров. Да, но если вы используете баллистические ракеты, вам это как минимум нужно учитывать по-любому. Так, значит, следующий вопрос, ладно. Парни, привет, вы бы лучше в такой офигенный вечер поехали бы на дачу, в баньку, шашлычка под коньячок, хорошо. Нет, Сен-Мартин, мы так не будем делать. Я коньяк не употребляю. Так, невозможно жить в обществе и быть свободным от общества, политики общества. Игорь, ты донать 500 рублей. Никто никуда не полетит на ракете Ланамаск. Ты, может, вообще не доживёшь до того, когда у него будет вообще пилотируемый космический аппарат, представляешь? Так что донать бабки просто ты проиграл сразу. Так, значит, что там пишут? Ну вот Данил Горин всё-таки не понял пройти 5 градусов и, соответственно, он спрашивает, а центр солнца? Нет, конечно, это не центр солнца, имелся в виду, а центр земли. В смысле, вообще не центр земли, господи. Если бы у нас Земля была сферой, то да, можно от центра земли измерить вот эти 5 градусов, это и будет разница широты вот этих вот двух точек, там, не знаю, А и Б, например. А если у нас сплюснутый эллипсоид, то вот эти 5 градусов, они уже становятся, они поскольку смотрят не в центр земли, но это всё равно разница именно вот астрономическая. То есть насколько высоко у вас будет, например, там восходить звезда, например, в кульминации. Вот в одной точке, а, она будет восходить там до какой-то величины, а в другой точке она будет на 5 градусов отличаться. Вот, собственно, эти 5 градусов, это разница кульминации, например, там, вот астрономических объектов. Да, будем, наверное, заканчивать. Ну всё, давай туда. Ну всё туда, парень. В принципе, вот такой вот стрим был, я его выложу, потому что я считаю, что он познавательный, он имеет отношение непосредственно к навигации. А вот, и когда-нибудь, возможно, когда я буду делать паранерсальные системы, этого тоже коснусь, потому что это база, это нужно знать. Вот, пожалуй, всё на сегодня. Так же всё, давайте не терять святой жизни. Всё удобно.